В начале ноября прошлого года я сделал подробное видео про ионизатор Chihiros Doctor, который я купил на китайском алиэкспрессе. Но вот спустя два месяца пришло время разобрать плюсы и минусы этого устройства. Привет друзья, вот и настал момент подвести итоги работы Chihiros Doctor. Сразу могу сказать, что я попросту потратил 50 долларов. Никакого эффекта вообще нет. Для тех, кто не в курсе, производитель утверждает, что задача этого устройства состоит в том, чтобы полностью устранить водоросли и предотвратить заболевания рыбы креветок в аквариуме. Устройство действует сразу в нескольких направлениях. Замедляет рост нежелательных водорослей, снижает риск заболевания рыб или креветок, поддерживает процессы нитрификации, активизирует важные микроэлементы в воде и обеспечивает здоровый рост растениям. При этом стерилизатор совершенно не оказывает негативного влияния на установившийся биобаланс водной среды, что имеет немаловажное значение для замкнутой экосистемы. Он также убивает споры плесени, поступающие извне, и препятствует их распространению, чтобы обезопасить аквариумную рыбку. От себя могу добавить. Это утверждение полный пи***ш. Извините за мой французский. Ну а теперь давайте разбираться, что же произошло в моем аквариуме за два месяца работы с Chihiros Doctor. Первое, что могу сказать, это свечение на блоке управления стало тусклым. В том режиме, который я выбрал, светодиоды попросту выгорели. Подсветка стала едва заметной. За два месяца был включен только один режим для роста растений. Второе, это сам катализатор или реактор, который внутри аквариума. Он попросту перестал генерировать большое количество пузырьков. Изредка можно заметить небольшую работу этого устройства. Конечно, можно купить новый, но сам катализатор стоит 20 долларов. И мне его с трудом хватило на два месяца. Нашел несколько советов от специалистов. Нужно тщательно промыть под горячей водой реактор. Ну давайте сейчас попробуем. С помощью щёточки хорошенько прочистил. Загружаю назад в аквариум на старое место. Подключаю, выбираю ту же программу. Ну и как видите, результата нет. Ну и третье, как утверждает производитель, первое дело это борьба с водорослями. Могу сразу сказать, что до применения данного устройства у меня вообще никогда не было чёрной бороды. Ну а теперь она есть. Причём практически везде. На листьях растений, декорациях, да везде. Ну а теперь подведём итог. Давайте начнём с плюсов. Довольно красивое устройство. Приятно пикает, да и выглядит неплохо. PH в аквариуме не меняет. Тесты воды в пределах нормы. Хотел задекорировать под вулканчик, но срок службы катализатора довольно маленький. Ну вот пожалуй плюсы закончились. Минусы. Ничего полезного в аквариуме вообще не делает. Прямая задача. Борьба с водорослями это бред какой-то. Он не то что борется, от него появляется чёрная борода, которую без химии довольно трудно вывести. Цена 50 долларов за устройство, которое вообще ничего полезного не делает. В общем, друзья, не повторяйте мои ошибки. Не покупайте это барахло, как бы красиво оно не выглядело. Хотелось бы остановиться на позитиве. Из-за этого устройства пришлось заказать вот этих вот красивых маленьких рыбёшек. Это сиамский водорослиед. Название говорит само за себя. Эта рыбёшка питается нежелательными обрастаниями в аквариуме. И это будет темой следующих видосиков. Ну и по традиции, если вам полезно было это видео, то подписывайтесь. Если что забыл сказать, напишите мне в комментах. Ну а за сим, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова